Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда в Улан-Удэ такой праздник. И здесь, на Арбате, мы познакомимся с творческим проектом «Арт-город-2017». Мастер-классы проводит детская художественная школа имени Мордегеева. Горожан знакомят с изобразительным и декоративно-прикладным творчеством. Раскрытие творческого потенциала. Любой человек может совершенно что-то такое сделать, очень красивое и для себя приятное. В программе мастер-классы по созданию настенных панно из цветного войлока, валяния из шерсти и изготовления цветов из ткани. Также горожане могли поучаствовать в качестве модели в конкурсе «Веселый аквагрим». Я сначала рисую форму лебедя, а потом прорисовываю все детали. Мне интересно. Я хочу посмотреть, как она нарисовала. Хочу, чтобы она постаралась. Мы показываем животных из «Красной книги». То есть это животные, которые находятся на грани вымирания. То есть изобразить их в роли человека и, может быть, как-нибудь приблизиться к тому, чтобы все-таки люди более бережно относились к этому. Какие ощущения-то, когда она вас рисует? Ну, творчество. Оно бывает разнообразное. Так что это в любом случае хорошо. Ну, пожалуйста, девушка, оранжевое настроение? Нет. Какое? Ну... Она тигра у нас. Ой. Ну, не молчите, говорите. Ну, настроение у меня какое-то такое веселенькое. Мы хотим вот сейчас это, как это говорится? Аквагрим. Аквагрим сделать. Я хочу вот моей внучке сделать и вот внуку. А что, классно же, там сейчас такой конкурс прошел. И тем более сейчас воспользовался, как они там, этим моментом. И это память же. Отмечу, что работы, расписанные, изготовленные своими руками, участники мастер-классов оставляют себе. А мы движемся дальше. Здесь, в музее города, горожане познакомились с проектом «Город без границ. Территория дружбы». На улице дождик, а у нас мы специально сухо, светло, тепло. Мы специально прогрели наш уютный дом. Ну, и вообще дом Голдобина, вообще изначально, да, где находится музей истории города, Голдобин славился своим радушием. Вот эта аура радуши, она до сих пор здесь есть. Для посетителей устроили фотовыставку под названием «Соседи». Это выставка о городах-побратимах – Корее, Монголии и Китая. Вполне такой хороший подарок, видимо, от музея. Бесплатная выставка, фотографий много хороших. В музее можно было пить чай и играть в различные настольные игры, например, в традиционную корейскую игру «Ют». Ее принцип заключается, как в обычных игральных костях. То есть вы кидаете палочки и потом уже по количеству очков, выпавших здесь, вы делаете шаги. В других залах можно было посмотреть китайские мультфильмы и научиться письменности. Скажите, пожалуйста, нам, как успехи у вас рисуете? Ну, учимся. Интересно? Очень, очень интересно. Во-первых, успокаивает как-то, напрягаешься, и голова прямо, знаете, как бы мысли очищаются. Ну, как-то чище становится в голове. Вот таким получился мой рассказ о проекте «Арт-город-2017» и «Городах-побратимах». О музыкальном фестивале расскажет моя коллега Дарья Белоусова.